Рак Здравствуйте Здравствуйте Блин В общем Спасибо огромное За поздравление У Артёма Здорова Очень много пишите вы И в директ, и не в директ И кто-то даже звонит Ну в общем Не могу физически всем ответить Тем более то, что звонят сейчас чуть-чуть Спасибо всем большое Смотрите, что я хочу сказать Уже вот буквально через Час А, нет, не буквально, схуяли, прям через час Прям через час Уже будет релиз наконец-то Этот Я очень Очень рад То, что наконец-то Выйдет вот этот вот мини-альбомчик Клип, который мы готовили Блядь, не сказать, что так долго Но всё равно Нормально там Ушло, блядь, и нервов И всего Ладно, я тут не жаловаться пришёл Этот Просто что хочу сказать Спасибо большое Сразу, заранее Всем, кто поддержит Там, репостнит как-то Или там, что там Концерт Придёт, блядь Просто Я не хочу зацикливаться Именно на этом релизе Я на самом деле Хочу уже Побыстрее Его Выложить И всё Как пройденный этап Потому что Вот Ну нельзя Нельзя зацикливаться На чём-то одном Вот я релиз сейчас этот Отхуярю Всё И пошёл дальше То есть Смотрите, как у нас получается Выходит сегодня клип Альбомчик Да, через час Я отмечать День рожденияшку иду Как это, блядь День рождения Отмечать со своими корешками А завтра вечером Я уже улетаю в Москву А нахуя Спросите вы А потому что Снимать контент дальше надо Ну как надо Не надо Хочется Типа Иногда, конечно Бля, вот опять Вот эти вот Откровенные базары пошли Ну похуй мне Хочу Просто Всё это Немножко выматывает Всё Выматывает В плане Там подготовка Съёмка Монтаж Постоянно сидеть Ночью Несколько ночей подряд Хуячить Хуячить Там треки сводить Уши забиваются Это, конечно Небольшой минус Того, что мы всё Берём на себя То, что Там нет у нас Каких-то Монтажёров Продюсеров Звукорежиссёров Там и Прочего Прочего Но зато Это клёво Клёво Я уже об этом говорил Клёво о том Что мы это делаем Сами Мне это нравится Ну да Это немножко Выматывает И я думал Что сейчас Альбомчик Дропну Клип Дропну Прыщ на татухе Да, пиздец Вообще Это, наверное Этот Ну Я потихонечку Изнутри Блядь Гнию Сатана Вылезает Тут Какое-то Говно Ну как всегда Как всегда Вот Что вылезает Блядь Вот Да ладно Не об этом Я думал Сейчас вот этот Релиз Ёбну И как отдохну Нахуй Прям пойду Там Сниму себе Дворец На неделю Полежу Там С телками Там Долбить буду Смотрите Что мне Мои друзья Подарили Сегодня Во Это ваза Для цветов Вот Собственно Но потом Как-то Я подумал Блядь Отдыхать Это прикольно Но я вроде Не устал Оказывается То есть Вот Например Я вчера Нихуя не делал Я вчера Отдохнул И Я не хочу Оставлять себя Без дела Чем-то Занимать Здорово Ильдар Чем-то Себя Занимать Постоянно Отдых Отдых Отдыхом Но Блядь Так Выходит Что Когда я Остаюсь Наедине С самим С собой Это Я начинаю Дыхуя Думать И В конечном Итоге Все эти мысли Сводятся К чему-то Плохому Не знаю С чем Это связано Но Всегда Когда Остаюсь Я один Наедине С собой Очень много Мыслей Всегда Они Заканчиваются Чем-то Плохим Че с микрофоном Там Случилось Бля Да вы че Серьезно Че-то не так Ну-ка Вот сейчас Как Я ничего Не зажимаю У меня просто Телефон Старенький Уже А сейчас Че Сейчас Как Нормально Нормально Сейчас Лучше Или Хуже Бля Или Лучше Или Хуже Бля Или Хуже Или Лучше Ну Скажите Пожалуйста Хуже Сука Бля Я тогда Наверное Перезапущу Еще раз Здорово Все Сейчас Со звуком Все в порядке Нормально Я могу Вам Нести Хуйню Свою Дальше Вы Готовы Вкушать Порыв Моих мыслей И Отмечу Своё Де Рождение Да И Уже Завтра Полечу Дальше Ебашить Чтобы Занять себя Чем-то Вас Порадовать Да и Просто Мне это нравится Это весело Это весело Это самое главное Я Я очень боюсь С того момента А я знаю Что он Обязательно Будет И Уже Предпосылки К нему Есть Когда Я пойму Что Моё Хобби Моё Любимое Дело Стало Для меня Работой И Бизнесом Каким-то То Что Я что-то Делаю Через себя Ради того Чтобы Заработать Себе Денег Да Сейчас Я не буду Вам Все Рассказывать Просто Есть Некие Проблемы Из-за Которых У меня Небольшие Финансовые Сложности Вот И Поэтому Делать Видео Ради Денег Ради Того Чтобы Выжить Я Этого Очень Боюсь И Поэтому Я Стараюсь Сейчас От всего Этого Отойти Побольше Заниматься Именно Своим Творчеством Нежели Веселить Блять Народ За бабку Вот И тут Как раз Вопрос Про Второй Сезон Изерепа Я Вообще Очень Много Идей Есть Но Сейчас Мне Просто Не хочется Этого Делать Я Не буду Вам Я Не хочу Вот Я Не хочу Вам Говорить Ну То То Как Это Не Говорить Даже Не Хочу Перед Вами Оправдываться Типа Вот Знаете Я Хочу Отдохнуть Я Сейчас Немножко Занят У меня Сейчас Другие Проекты Я Просто Просто Не Хочу Я Сейчас Не Хочу Этого Делать Не 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 Буду Я Вам Пиздеть Я Честно Хочу С Вами Базарить Потому Что Блять Опять Ж Вот Я Не Знаю Почему Так Я Не Знаю Почему Так Не Хочу Строить Из Себя Какого Блять Высокую Личность Высокодуховную Сверхчестную Справедливую Просто Я Не Хочу Вам Пиздеть Потому Что Это Будет Меня В первую Очередь Есть Изнутри Вот Поэтому В первую Очередь Это Будет Мне Не Давать Спать Меня Будет Это Тревожить Я Хочу Чтобы Вы Всегда Знали Правду Что Со Мною Происходит И Не Строили Свои Догадки Чего От меня Не Требовали Не Просили Про Испанию Да 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 Я Откатаю Туры Я Обязательно Пыльчу Да Я Думаю Мы С Олегом Что Ни Интересное Сделаем Блять Чаёк Поэтому Смотрите Через Часик Даже Меньше Уже В 17 В 17 02 По Москве Я Сейчас Про Время Не Только Про Дату В 17 часов Две Минуты А Это Уже Через 40 Минут Альбом Клип На Ютьюбе Смотрите ВК Смотрите Как вам Удобно Блять Спасибо Заранее За Репосты Ваши Если Вам Понравилось Только Не надо Их Просто Так Делать Да Накручивать Там Тем более Ничего Не надо Не хочу Я Рекорды Бить По Репостам Вконтакте Просто Если Понравилось Мне Будет Приятно А Да И С Рифмой Панчами Такую Штуку Я Помните Вам Говорил Про Скидку На Билеты То Что 20 Мы Придумали Такую Тему То Что Например Один Билет Будет 10 2 Билета 20 3 25 И Так Вплоть До 40 То По Моему Если Вы 5 Билетов Берете Там 40 Процентов Скидос Вот Поэтому Так Даже Я Считаю Намного Лучше Будет Типа В компашке Там Собрались 5 Человек И Билеты В Два Раз Дешевле Чем Двадцатого По Девятнадцатого Числа Будет Вот Нахуй Че Еще Что Вы Хотели Бы Узнать Давайте Я Вам Базарну Сейчас Нахуй Я Готов Потому Что Не знаю Когда Я В следующий Раз С вами На связь Войду Опять же Хочу Альбом Сейчас Дропнуть И уйти Отдыхать Уйти День рождения Отмечать Завтра Мне Уже Лететь В Москву Я Еще Попутно Кстати Залечу В афишу Угадать За 10 Секунд Вот И Продолжим Ебашить Контент И я Думаю На следующей Неделе Воскресенье Уже Будет Интересный Видос Ну Как Мне Сейчас Кажется Он Вообще Будет Пиздатый Бля Извините Почему Ты думаешь Что Олег Меня Ненавидит Ты че Ну Неси Брят Судя По его Последним Ответам Я все Таки Я Обрадовался Я Я в глубине души Всегда верил Что Олежа Очень адекватный Разумный Грамотный Человек Просто Чуть-чуть Совсем Потерялся Вот в этом Образе Да Когда понял Что ему Приносит Хайп Славу Продажи Вот этот Вот его Образ Мне кажется Он чуть-чуть Затерялся В этом А так Мне кажется Он довольно Адекватный Взрослый Человек Поэтому Мне самому Очень интересно С ним поговорить Поэтому Я обязательно Слетаю В Барселону После того Как Откатаю Тур Вот Тур Откатаю Сразу Полечу Туда Заодно Я отдохну И заодно И вот Заебись Что с конкурсом Конкурс Да Да-да-да Вот уже Мы уже Выбрали победителя Я вам даже Так скажу И скоро Уже совсем Объявим Результаты К ДК Охуенно Отношусь К ДК Вообще Охуенный Он Он делает Именно Контент А я Очень ценю Это Что Не просто Тупые Реакции Паразитирование Ради бабок А именно Человеку Интересно Творчество Это видно Это Выше Всяких Похвал Еще Какой-то Интересный Вопрос Был Команда Да Команда Смотрите Короче Наш клип На самом деле Мне Мне он Очень Вкатывает Объясню Почему Да Это Ну типа Блядь Выглядит Ну Смешно Прикольно Это Такой Стереотипичный Рэп Да Стереотипичный Клип Телки Птачки Там Бабки Блядь золотая жизнь, нахуй. Но это же просто стереотипы, это же, блядь, все же это понимают, я думаю, да? Вы же не думаете, что мы, типа, на серьезных щах вот такую хуйню вам сделали? Нам это было, во-первых, очень весело, очень круто, интересно, блядь. И самая вот, одна из основных моих идей, почему я за это взялся, я вам хочу немножко рассказать. Стефан из команды А мне написал еще, когда вышел только из рэп про фейсы, да, у меня тогда на канале было 100 тысяч, по-моему. И мне написал, Стэф сказал, вот, типа, мы, типа, хотим клип ебануть, вот, как тебе идея, типа, покалабнуть. И я подумал, ебать, это круто, это в натуре пиздатое, мы можем сделать что-то охуенное, потому что я очень, ну, скептически относился всегда к блогерским клипам. Они, да, они красивые, там профессиональный продакшн, но треки вообще вот не кокущие у всех. То есть, я не знаю, я никогда не видел человека, который на полном серьезе бы просто слушал песню, трек, блогерский. Отдельно где-нибудь, в наушниках, в машине. Не в этом. А не просто как блогерский клип, да, а нормальная такая, достойная, просто лайтовый трек, качающий такой, тыщ, 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 и заебись. И вот это была моя самая главная идея, и тем более, то, что команда А, никто из них вот ни разу в жизни не пробовал ничего, связанное с музыкой, да? Если вот, например, Соболев там, петушица, типа, ой, какой хуёвый клип, все такое самое типичное взяли. Так, да, ну идея-то в чем, смотри, ты, Николай, пел в кабаре, там сколько, да, занимался музыкой, у тебя твои прекрасные каверы на каналах выходит, как ты поешь крутые песни, да, своим прекрасным голосом. И, кстати, в котором есть тюнинг вокала, да, в котором это слышно, блядь. То, что и во всех твоих песнях вокал тюнят, это слышно. Но, типа, а здесь, а, да, ну вот, смотри, Ильи Хованский, например, ваш, да, которому тоже, у которого продакшн, заебись, все, есть там предпосылки, который на гитаре играл, был басистом, там в рок-группе, на-на-на. А здесь люди, которые вообще нихуя, вот нихуя, ни разу в жизни не пробовали себя в музыке. И тут бам, и выдают такой трек. Разве это не круто? Вот даже, зацените, как Афоня, блядь, читает, как греки читают, да как Нариман, да как все там читают. Именно, вот, охуенно. Типа, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, ебать. Флоу, нахуй. Вот, поэтому мне было, прежде всего, интересно, смогут ли чуваки, которые нихуя ни разу не контактили с музыкой, сделать что-то охуенное. И они смогли, я этим очень горжусь, и это охуенно. Причем, заметьте, снимали мы сами, снимал их оператор, монтировал тоже сам, никаких продакшенов. А трек, я вообще туда с микрофоном полетел своим, вот этим, блядь. Я взял микрофон и туда полетел. И просто у них в офисе поставил микрофон, и мы записывали трек. И вот, и все, просто сами сделали, и сами поугарали, и получилось довольно конкурентоспособное. Хуйня. Вот, поэтому, да, мне очень нравится наш клип, это клевое. Это, ну, не как, типа, профессиональная крутая работа, а именно, как сам факт того, что это вот вышло так, мне очень получилось. Ой, мне очень понравилось. Прррр. Да, у меня настоящие драйды. Микрофон легендарный, пиздец, ему уже 8 лет, чуваки, понимаете, 8 лет, и то, что выйдет уже через полчаса, через полчаса выйдет, нихуя себе, все тоже записано на него, и все сделано вот здесь. На этом кондуктере, блядь. И, кстати, огромное отдельное спасибо вот за эту сучку мне. Вам. Вот за эту. Вот без нее не было бы половину треков. Огромное вам спасибо. А это вот ваш лучший подарок. Потому что гитарку мне нравится использовать, это прикольно. А, почему Хермит недоступен? Потому что альбомчик загружен на бум, ну, это ВКонтакт, короче, и поэтому они изъяли предыдущую версию. Вот. Такая хуйня. Потому что в iTunes, в Google я лить не стал, не успевал, да и просто не хочу вот эту вот коммерцию, нахуй. а в бум типа залил, потому что чтобы обложка была, блять, ну, просто чтобы была обложка. Там с бума нихуя денег никаких нет, конечно. Зато обложка будет. Спасибо еще раз всем за поздравления. Не, в YouTube, наверное, ну, нахуя в YouTube заливать, ну, нахуя. Ну, все же ВК будет в свободном доступе. Что, я, наверное, пойду финальные штришки делать. Давайте через полчасика увидимся. Не болейте, не теряйте. Все, заебись. Все хорошо. Да.